Наука Таджвид. История, реалии, перспективы. Эти пять слов уже стали настоящим брендом. В России и за её пределами. Конференция с таким названием проводится в Саратове с 2017 года. Форум собирает учёных и лучших специалистов в своём деле благодаря Саратовскому короническому центру Зейд Бен Сабит, который с первых дней своей работы уделяет особое внимание исследованиям в области науки Таджвид. В течение уже десятилетия мы акцентируем свою деятельность на науке Таджвида, так как это базовая тема для всех шариатских наук, без которого ни одна дисциплина, как в шариатском, так и коронистике не может развиваться. И плодом нашей работы поэтапно перешла на организацию как всероссийских до этого, а сейчас уже второй год как на международную конференцию. Наука очень специфическая и узкая направленности. И поэтому специалистов на территории Российской Федерации потихоньку-потихоньку появляется. И надеюсь, что результатом нашей деятельности станет внимание молодёжи к этим наукам, к большому сожалению, забытым на территории Российской Федерации. И мы будем неким напоминанием для мусульманского сообщества, и не только для мусульманского сообщества, а важности наук коронистики, в том числе и науки Таджвида. Два года подряд на одной площадке собирались учёные и практики, религиозные и общественные деятели из разных уголков России. Такие форумы имеют особую важность. Само чтение Корана является с духовной точки зрения очень важным фактором, я бы её так назвал, цементирующим всё, что есть хорошее во внутреннем мире человека. Поэтому во все времена мусульмане уделяли большое значение к тому, чтобы заучивать Коран. Дело в том, что есть определённые правила, без которых правильное чтение Корана просто не представляется возможным. Эти правила называются Таджвид. То есть это не просто арабские буквы, это и произношение, это и высота звука и так далее. Таких конференций, конечно же, мы, во-первых, привлекаем внимание специалистов. С каждым годом людей, заинтересованных, в том числе для того, чтобы принять участие на наших форумах, становится, алхамдуля, больше и больше, в том числе и за рубежом. И внутри страны, конечно, мы поэтому приглашаем преподавателей коранических наук с тем, чтобы они тоже уделяли этому больше внимания. Забытые исторические факты и новые научные открытия, классические нормы и нестандартные методики обучения, объёмные доклады и красочные презентации на любой вкус. Каждое выступление на конференции всегда вызывает неподдельный интерес. Самое главное, что мне хотелось бы отметить, это более фундаментальный такой вот уровень представляемых сообщений, докладов. И, с одной стороны, фундаментальный, с другой стороны, более практичный. То есть, вот, то, как и должно, собственно, развиваться всё. С одной стороны, взгляд широкий и научный, а с другой стороны, практически связанный с процессом обучения. Так что, мне кажется, что всё идёт по линии развития, совершенствования. В юбилейный 2022 год, год тысячестолетия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, было принято решение провести международную конференцию. Ведь достижения российских учёных в коранистике и науке таджвид невозможно рассматривать вне мирового опыта. Иностранным специалистам тоже есть чем удивить российских коллег. Поэтому они с радостью ответили на приглашение и приехали в Саратов. Благодарю всех братьев, всех организаторов этого важного мероприятия. Кораническая деятельность имеет огромное значение среди мусульман. Коран является книгой божественного неспослания и основной направляющей в вопросе обучения мусульман. Я хочу поблагодарить всех участников конференции, представителей разных конфессий за поддержку мусульманского сообщества. Ваш пример важен для всех. Прошу Аллаха, чтобы вы жили в мире и благополучии досудного дня. В сфере часы познакомиться с последними достижениями отечественных специалистов и мировых учёных. Масштабных форумов, где о проблематике таджвиды говорят эксперты с мировым именем, сегодня не так много. Да и они проводятся не так часто. Развитие этой науки на международном уровне не так широко освещается и, к большому сожалению, не так широко распространяется. И наша площадка для предоставления своих научных трудов является некой изюминкой не только на территории Российской Федерации, но и на международном уровне. И поэтому на нашу площадку, на нашу конференцию съезжаются наши уважаемые гости с ближнего и дальнего зарубежья. Каждая всероссийская и международная конференции наук и таджвид «История, реалии и перспективы» – это весомый вклад в развитие мировой коранистики. Ведь все последние исследования и современные методики, о которых рассказывают участники форумов, собраны вместе. Уже вышел не один номер альманаха Корана – сборника по итогам всех конференций в Саратове. Вторая международная, четвёртая по счёту, не станет исключением.